Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас среда. Обычно говорят, что среда пришла, неделя прошла, но полагаю, что в нашем случае это не совсем так, потому что сегодня у нас, возможно, важнейшее событие этой пятидневки, протоколы ФРС. Поэтому для нас, трейдеров, все только начинается, поскольку мы понимаем, что если какие-то сюрпризы сегодня поздним вечером по московскому времени все-таки последуют со стороны американского регулятора, волатильность будет соответствующей, к этой волатильности мы должны готовиться уже сейчас. В общем, все интересное у нас уходит на вечер сегодняшней торговой сессии, поэтому советую быть максимально подительным. Сейчас, может быть, будут генерироваться и определяться основные катализаторы для дальнейшей динамики как американца, так и рисковых инструментов, которые котируются против него. Ну и, безусловно, не стоит забывать о том, что любое выступление и, скажем, любой макроэкономический повод, который касается регуляторов, он сказывается на динамике не только активов рынка Форекс, а буквально всех финансовых инструментов, которые присутствуют на мировых площадках. И рынка производных активов, ну и, разумеется, фондовых тоже, потому что американский фондовый рынок сейчас с особым вниманием смотрит на позицию председателя ФРС Джанет Йеллен, потому что понимать, что ее слова и, соответственно, по сути, отмашка от нее касательно дальнейшего повышения процентной ставки будет определять судьбу и перспективу капитализации многих американских компаний. Давайте не будем нарушать наш традиционный сценарий. Сегодня мы начнем, собственно, как и всегда, с динамики черного золота. Поэтому, если есть возможность, откройте, пожалуйста, графики по бренду и давайте проанализируем новостной фон и, соответственно, то, что происходило с этим активом в рамках вчерашней торговой сессии. Бренд у нас на текущий момент торгуется на отметке 38.50, клоус вчерашнего дня 38.40. Видим то, что черное золото понемногу начинает восстанавливаться. Ждали мы этого восстановления? Конечно же, ждали, потому что мы с вами настраиваемся, так же, как и другие участники финансовых рынков, на то, что судьбоносное событие на повестке 17 апреля. Понимаем то, что оно будет определяющим для нефти. А фактически решение, которое будет принято, действительно станет основным фундаментальным фоном, который мы продолжим использовать уже после 17 апреля. И уже не будем, наверное, даже руководствоваться какими-то каткосрочными идеями. Я предложу вам занять уже долгосрочный такой подход к позициям, к трейдингу в отношении энергосырья. И этим подходом мы будем руководствоваться дальше. Если вы помните, я уже сделал акцент на то, что никаких прорывных решений я не ожидаю. Полагаю, что встреча будет очередной, безрезультатной. Поэтому советую даже сейчас уже вам рассматривать возможность для долгосрочных продаж бренд и WTI. Но все зависит от того, какой актив вы используете для каждодневного трейдинга. Ну, наверное, наиболее популярный UCOIL бренд. И этот инструмент действительно имеет предпосылки для того, чтобы уйти к очень мрачному с точки зрения дальнейших перспектив уровню на отметке 30 долларов за баррель. Что касается вчерашнего новостного фона. Я ориентировал вас на то, что локальную поддержку стоит ожидать со стороны комментариев либо Ирана, Сауэско-Аравии, либо со стороны другого ближневосточного государства. И эти комментарии могли бы пролить свет на какой-нибудь дополнительный инфоповод. Либо подстегнуть вот эти оптимистичные ожидания того, что договоренность каким-то чудом будет найдена. Собственно, этот посыл, он остается актуальным. До 17 апреля у нас две недели еще ждем дополнительных формулировок. Но вчера поддержка для бренда пришла не со стороны такого, скажем, подобных заявлений. Их не было как таковых. Ну, в частности, можно только отметить, пожалуй, слова и сообщения Кювейта о том, что рынок нефти будет сбалансирован ко второму полугодию 2016 года. Не знаю, как трактовать подобную формулировку. Ну, может быть, Кювейт обладает каким-то инсайдом касательно возможной встречи, что вряд ли. Но все-таки на рынок, конечно же, эти формулировки оказали свой благоприятствующий эффект. Но основная поддержка для бренда пришла вчера со стороны статистики по запасам нефти в США. Я надеюсь, что вы этот отчет от АПИ не проигнорировали. Данные, по сути, указали на то, что запасы нефти в этот раз не выросли, а снизились на 4,3 миллиона. То есть прервали многонедельный тренд прироста запасов. И нефть, разумеется, не могла не использовать такую статистику, как возможность и как локальный фактор поддержки. Поэтому мы видели, как после выхода этого отчета тут же интерес к активу проявил себя. И, собственно, бренд попер вверх и достиг своего уровня Клосс 38.40. Сейчас локальный восходящий ралли продолжается. В целом статистика по Китаю, которая сегодня вышла, не разочаровала преимущественным образом, что также отсутствие плохой статистики – это позитив по Китаю. И этот позитив сейчас уже дисконтируется в динамике черного золота. Также хочу отметить, что сегодня у нас в 17.30 по московскому времени запасы нефти уже от Минэнерго США. Официальная статистика. Вы знаете то, что корреляция между АПИ и данными от Минэнерго США значительная. Иногда расходится, конечно же, но в 80% случаев можно делать выводы по отчету АПИ о том, какую статистику можно дождаться уже и от Минэнерго США. В частности, если мы вчера получили свидетельство того, что запасы снижаются, значит и сегодня есть вероятность увидеть нечто подобное. Поэтому локально рекомендую рассматривать возможность для продолжения восстановления позиций Brent. И если сегодня в 17.30 статистика не подведет, тогда Brent сможет претендовать даже на приближение к уровню мощного сопротивления, которое сейчас находится на отметке 40 долларов за баррель. Но помимо этого, я ориентирую вас на то, что основная поддержка, она еще не дала о себе знать. И эта основная поддержка, разумеется, связана с основным событием, которое стоит на повестке ближайших недель. Это какие-то комментарии по поводу возможных договоренностей на встрече нефтеперерабатывающих, нефтедобывающих стран в Катаре, то есть в ДОХе. Поэтому давайте следить за новостным фоном. На себя я беру, собственно, как и всегда, обязанности. Поэтому если появятся какие-то интересные сообщения, заявления, новости, я их, уверяю вас, не упущу. И в ходе следующего брифинга эту информацию озвучу. Что касается российской валюты, 68,46 мы видим сейчас, в целом консолидация ниже 70 продолжается. Понимаем то, что бренд сейчас является определяющим триггером для курса российского валютного актива. В принципе, это было всегда. И, конечно же, смотрим за локальным фоном, за статистикой. В частности, вчера вышли данные по индексу потребительских цен в России. Отчет оказался лучше прошлого релиза и уж тем более лучше, чем тот индикатор, который мы наблюдали в январе. По факту прирост инфляции 0,5% против февраля 0,6% и против январьского роста на 1%. Здесь прослеживается такой очевидный позитивный тренд. Но он в целом связан с укреплением курса российского валютного актива, который мы наблюдали в последнее время, когда он свалился с отметки практически 85 до тех уровней, которые мы наблюдаем сейчас. То есть, это такой резонирующий эффект, который сказывается на динамике индекса потребительских цен, уровня инфляции. И, возможно, хочется в это верить, конечно же, на будущие показатели потребительской активности. Но особенно на эту статистику я обольщаться сейчас по факту ее выхода не собираюсь, потому что, понимаю, ситуация может очень быстро измениться. И если индекс потребительских цен нашел в себе силы показать более-менее адекватный отчет по факту укрепления российского валютного актива, мы понимаем, что если рубль снова будет претендовать на прежние отметки девальвации на 70, 75 и 80, тогда инфляция снова у нас поползет вверх. Поэтому локальная поддержка вчера была оказана, действительно. Но, наверное, все-таки больше позитив, который поспособствовал тому, чтобы рубль укрепился против основных конкурентов, это все-таки восстановление нефти. Если сегодня, как я уже отметил, мы будем наблюдать о сохранении этого локального обычного импульса, значит и рубль также сможет снова укрепиться, может быть, даже подобраться к отметке 68. Все-таки краткосрочная цель, полагаю, что 67 мы еще увидим против американца, а потом уже все будет зависеть от 17 апреля и тех итогов, которые будут анонсированы. Но, как я уже сказал, ожидаем все-таки слабости для нефти долгосрочной и возможность увидеть прежние, кажется, возможно, на текущий момент абсолютно немыслимые рубежи по девальвации 80. Но я полагаю, что рубль сохраняет еще вероятность на то, чтобы добраться до этого рубежа. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.1356. Евро-доллар продолжает консолидироваться в преддверии выступления управляющего Европейского центрального банка Майор Драги, а также протоколов РС, которые будут опубликованы сегодня в 21.00 по московскому времени. Консолидация, в принципе, в узком таком канале. 114, точнее 1.141, а 13.50. И до, конечно же, сегодняшнего вечера мы можем увидеть повышенную волатильность, но уж после выхода протоколов тем более. Мы сможем увидеть пробой какого-то уровня, либо выше 1.14, либо получим сигналы на то, чтобы двигаться ниже. Трейдеры сейчас не особо активничают, поскольку понимают, что велика вероятность ошибки. Хочет дождаться дополнительных сигналов, убедиться в том, что есть основания для развития того или иного движения, и только после этого, соответственно, открывать свои затяжные позиции. Если говорить про национальный макроэкономический фон Еврозоны. Вчера вышли отчеты по, в частности, индексам деловой активности в сфере услуг Германии и Еврозоны. Отчеты снова плохие по цифрам. 55,1 с 55,5 это Германия, по Еврозоне 53,1 с 54, то есть также очевидный спад. Еще производственные заказы в Германии. Здесь снова сплошной негатив. Минус 1,2% снижения в годовом выражении против прошлого роста на 0,5%. И получается, что производственные заказы у нас по Германии продолжают свидетельствовать о глубинном таком системном риске и проблеме, которые характерны для ведущего локомотива валютного блока. Ну и слабость Германии мы легко анализируем, точнее даже прогнозируем по слабости Германии, слабость для всего валютного блока, то есть для Еврозоны. Эта логика сейчас работает. У нас очередной блок слабых макроэкономических отчетов. Понятное дело, что они должны были спровоцировать возможно еще более серьезное ослабление европейского валютного актива, но пока очевидной и значительной слабости мы как таковой не видим. Из отчетов сегодняшнего дня можно было выделить динамику промышленного производства Германии. Этот отчет вышел, по сути, 42 минуты назад. Если есть возможность, откройте календарь и посмотрите, снова плохая статистика. И по аналогии с прошлыми релизами я ничего другого на самом деле не полагал увидеть. Основным событием, безусловно, станут итоговые протоколы, которые мы ожидаем сегодня в 21.00 по московскому времени. Потому что понимаем, что трейдеры этот отчет продолжат анализировать, скажем так, через призму возможного изменения монетарной политики. Если мы услышим намеки на ужесточение монетарной политики через повышение процентной ставки, то, разумеется, это снова взбодрит американца и позволит ему реализовать свой локальный бычий потенциал. Но главный вопрос – как отреагирует евро и отреагирует ли вообще? Если европейский валютный актив в последнее время тотально игнорировал те отчеты, которые мы наблюдали, и беспрецедентные меры экономического стимулирования со стороны Европейского Центрального Банка, мы уже с вами пришли к выводу о том, что есть какая-то скрытая сила, которая может стать причиной того, чтобы евро забрался еще выше. Выше текущих значений, выше уровня 1.14, выше уровня 1.15. И то, что в последние дни мы видим попытку ослабить европейского валютного актива, но эта попытка ни к чему не приводит, потому что к концу торговой сессии с минимальных уровней евро снова подбирается к ценам открытия. Это явно указывает на то, что сейчас с распродажами торопиться пока не стоит. Поэтому как косрочно я по-прежнему прививаю вас к тому, чтобы рассмотреть возможность для покупок для отметки, ну, как минимум 1.15. Долгосрочно, ну, здесь вы знаете мой посыл, без изменений я верю в то, что лучшие времена для слабости евро еще только впереди, потому что ориентируюсь на возможность снижения ниже отметки 1.10. Но перед тем, как мы не достигнем локальных максимумов и перед тем, как маркет-мейкеры не наиграются, мы, к сожалению, не увидим реализации этого коррекционного потенциала. Продолжаем следить и за динамикой евро. Фунт против американца. Фунт, можно сказать, стал жертвой собственного фундамента, потому что вчера вышли данные по индексу деловой активности в сфере услуг, а счет оказался хуже прогноза. 53.1 против прогноза 54. И в целом можно отметить то, что если сфера услуг, которая генерирует более 80% всей экономики, не может сейчас похвастаться хорошим релизом, у нас все основания на руках, чтобы прогнозировать и готовиться к слабым темпам экономического роста. Я напоминаю вам то, что сфера услуг на текущий момент в первом квартале показала худший результат с 2013 года. И если кто-то из вас сейчас будет спорить, опять же, с моими выводами о том, что сфера услуг ведь все-таки оказалась лучше вчера против оценки прошлого месяца, если мы не будем говорить про квартальный интервал. Да, я с вами соглашусь. Но не забывайте о том, что хорошему месячному отчету не под силу перекрыть негатив, который мы с вами набрали за последний квартал. Потому что для того, чтобы сломать этот негативный тренд, нам нужно понять точно, что сфера демонстрирует нам не локальный какой-то прогресс, вызванный сезонными факторами, а сфера имеет системные предпосылки для роста. А в настоящий момент такого по Британии сфере услуга этого государства я сказать, к сожалению, не могу. Плюс ко всему у нас по-прежнему актуальные политики экономические риски, связанные с Брэнзитом. Если появится какой-то дополнительный фундамент, я о нем вам расскажу. Но, судя по общественному мнению, у нас в ближайшие недели будет уже очевидный перевес в пользу того, что голосующие в ходе референдума 23 июня дадут свои голоса за выход Англии из состава Европейского интеграционного союза. Ну и для фунта сегодня, безусловно, так же, как и для других рисковых инструментов, определяющим будет все-таки американский ФРС и протоколы, которые будут опубликованы. Если обойдется без сюрпризов, давление на британца продолжится, и мы с вами сможем через открытую буквально дорогу к ближайшей поддержке, значимой для меня, поскольку я верю в то, что фунт доберется до планки 1.40, и мне хочется, чтобы фунт оказался там, потому что я хочу, чтобы вы зафиксировали профитные, соответственно, сделки по факту именно использования потенциала слабости британского валютного актива против доллара, потому что прибыльные сделки нам сейчас, конечно же, нужны и особенно нужны тогда, когда вроде бы так предсказуемо все складывается в отношении макроэкономической картины. Доллар японская иена. Здесь стоит отметить то, что мы вчера, точнее не мы, а как сторонние наблюдатели, все участники рынка, кто был вне трейдинга, видели, как пала поддержка 110.60, и пара USD иена умудрилась уйти еще ниже. По сути, минимальные значения с октября 2014 года 109.93, сейчас пара торгуется на отметке 110.38. Вы помните, я говорил то, что уровень 110.60 является важным уровнем технической поддержки, и в случае его пробоя будут созданы локальные возможности, чтобы прокатиться ниже. Если вы руководствуетесь техникой, то непременно использовали этот сигнал и, соответственно, смогли получить вот этот локальный профит. Но все-таки для того, чтобы поверить в то, что американская валюта и дальше будет слабее, нам нужно сегодня пережить ФРС и пережить без последствий для слабости американской валюты. Это очень важно. И с этим, наверное, могут возникнуть проблемы, потому что сегодня в ходе протоколов мы услышим, по сути, такую собранную воедино солидарную позицию голосующих членов по поводу дальнейшего изменения монетарной политики. И если мы вернемся, опять же, к позиции представителей ФРС, мы знаем то, что большинство из них, ну, кроме Джанет Иллен, не прочь отдать свой голос, чтобы повысить процентную ставку. И от сегодняшних протоколов я жду жесткого подтекста и жду силы поддержки для американца, что будет, соответственно, сказываться на динамике и других активов. Но против японского валютного актива уж тем более мы должны увидеть локальное восстановление и возможность ухода пары USDN выше отметки 111. В частности, если посмотреть даже на те объемы, которые сейчас характерны для пары, действительно, за последнее время очень многие встали в короткие сделки и получили солидный профит. Я допускаю то, что на текущих рубежах было бы, наверное, правильно уже переходить к фиксированию сделок, а фиксация результата будет провоцировать уже обратную тягу. Это также логичный и традиционный подход. Моя рекомендация, если хотите рискнуть, это благородное дело, между прочим. Сейчас по паре хорошие ценовые значения, чтобы купить и ждать уже тех рубежей, которые маячат впереди. Но когда-то мы когда-нибудь доберемся до них. Это 120-125. Для тех, кто не хочет рисковать, хочет подождать более выраженной динамики, тогда ждем 112 и оттуда уже подбираем, соответственно, американца против иены. Из других валютных пар USDCAD хочу предложить вам идею, которая может уже закладывать потенциальную слабость нефти, а слабая нефть обязательно скажется на динамике канадца. Вот сейчас, сегодня утром буквально я осмотрел последний отчет от Вестпака. Они делают активную ставку на то, что канадец сейчас очень серьезно перекуплен и необоснованно много стоит, особенно учитывая текущие ситуации на рынке энергоресурсов. Национальный фундамент. Один раз показали хороший релиз по темпам экономического роста. Также обольщаться не стоит, потому что это только единичная статистика. А мы уже накопили для следующего отчета много слабых макроэкономических данных. Основное влияние, конечно же, придется со стороны нефти. И вот, в частности, идея Вестпака – это поставить занятие ордер, собственно, открытие длинную сделку по паре USDCAD с стоп-лоссом на отметке 1.2710. А что касается тейк-профитов, в частности, они полагают, что в ближайший квартал мы до него доберемся. Это отметка 1.35. Если эта идея кажется вам привлекательной, интересной, советую ей воспользоваться, потому что действительно она имеет очень хороший потенциал для реализации. И мое субъективное мнение – мы увидим слабый канадский доллар в самое ближайшее время. Тем более, что после сегодняшних протоколов нам действительно будет о чем поговорить касательно дальнейшей силы американца. Из других валютных пар – Австралийс против доллара 0.7559. Все без изменений. Движемся мы с вами вниз и метим на отметку 0.70. Новозеландская валюта против доллара 0.6812. И цель также неизменно 0.65. USDCAD с висей 0.9580. Снова говорю о том, что Национальный банк Швейцарии держит руку на пульсе. И в случае, если евро в ближайшее время все-таки осознает необходимость хода вниз, Национальный банк Швейцарии снова начнет анонсировать вербально пока что возможности валютных интервенций либо дополнительного снижения процентной ставки. Потому что дорогая швейцарская валюта, как вы знаете, им не нужна. Особенно тогда, когда есть ожидание слабости главного валютного риска. 0.9580. Текущий уровень прекрасный для долгосрочных длинных сделок, потому что цели у нас паритет и еще выше. Золото 1228 долларов за тройскую унсу. Немножко подросло за последнее время. Но будем уже следить за драгметаллами после сегодняшнего протокола. И если мы получим поддержку для американца в рамках сегодняшней торговой сессии под конец торгового дня, значит драгметаллу придется отступать. И что на самом деле сейчас вполне оправдано и верно. Если хотите рискнуть, текущие значения, на мой взгляд, также очень привлекательны для занятий коротких сделок. Но для тех, кто все-таки сейчас держится в стороне и ориентируется на более подходящий уровень, 1200, так он и остается. Ждем тестирования этой поддержки и уже только после этого начинаем распродавать солото. Из важных отчетов сегодняшнего дня. 17.30 запасы нефти США. Ждем прироста, точнее снижения запасов и поддержки для доллара. В 19.20 выступление представителя ФРС Лоретта Мейстер. Снова уверен, будет сказано очень много хорошего по рынку труда. Но, наверное, доллар будет в некоторой нерешительности, потому что ожидает непосредственно протоколы ФРС. 21.00 эти самые протоколы. И в час 30 уже получается завтрашняя торговая сессия выступления Муллорда, где, судя руководствуясь опытом последних выступлений, он непременно будет также высказываться за необходимость более скорого повышения процентных ставок. Продолжаем следить за новостным фоном, но, со своей стороны, хочу пожелать вам хорошей и прибыльной торговой сессии. Будьте внимательны, не злоупотребляйтесь плечами, потому что волатильность сегодня будет значительна. Ну, а с вами мы увидимся уже в ходе завтрашнего брифинга. Если будут вопросы до этого, вы знаете, что каналы коммуникации прежний. Это YouTube и форум Amarket. С радостью отвечу на все из них. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.